Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Добровольский. Сегодня на gadgetmho.ru сделаем обзор флагманского аппарата от компании Meizu, Meizu MX4 Pro. Итак, в деталях посмотрим, что из себя представляет смартфон. Поехали! Коробочка в стиле Meizu, как блокнотик выглядит. Внутри сам аппаратик. Документация. Дополнительный отсек с крышечкой такой бумажной, в котором блок зарядного устройства. И кабель USB-MicroUSB. Сам блокнотик сделан в виде блокнотика, опять же, со страничками. Давайте посмотрим, какие внешние управляющие элементы у смартфона, где располагаются. Итак, на верхнем торце у нас кнопка включения-выключения смартфона и мини-джек для наушников и гарнитуры. На правом торце ничего нету. На нижнем торце микро-USB разъем для подключения телефона к компьютеру и зарядки. Также основной мультимедийный динамик. И все. На ленте торца качелька регулировки громкости. На передней панельке стандартный разговорный динамик, а также фронтальная камера сверху над экраном и кран. Внизу только кнопка домой, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. На задней панельке имеем основную камеру, светодиодную вспышку сдвоенную и логотип Meizu. Дизайн by Meizu, made in China. Давайте посмотрим, какие аппаратика, технические характеристики, что за железяки работают внутри под капотом. Есть поддержка сетей LTE. Дисплей 5,5 дюймов с разрешением QHD 1536 на 2560 пикселей, что составляет 546 ppi. Версия Android 4.4.4. Чипсет Exynos 5, Octa 54.30. 8 ядер. 4 ядра Cortex-A15 по 2 ГГц и 4 ядра Cortex-A7 по 1,5 ГГц. Графический ускоритель Mali-T628. Существует три комплектации смартфона с 16, 32 и 64 ГБ постоянной памяти. Оперативной памяти везде одинаково, 3 ГБ. Основная камера имеет разрешение 20 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 3350 мАч. Ну и давайте расскажу про выводы, которые я сделал, пообщавшись некоторое время с Meizu MX4 Pro. Ну а первое, хоть дисплей 5,5 дюймов, ну начнем снаружи. Хоть дисплей 5,5 дюймов, тем не менее в руку помещается смартфон прекрасно. Сидит как вылитой, по ощущениям очень напоминает iPad Mini. iPad Mini с дисплеем Retina. Потому что дизайн практически такой же, за исключением того, что в iPad. Вся задняя поверхность металлическая, она заходит на рамочке. Здесь же только основная периметровая рама металлическая, а задняя крышечка, она пластмассовая. Она снимается, в цвет рамы сделана, такой металлический, серый. И аккумулятор можно совершенно спокойно заменить. Далее, что касается дисплея. Дисплей, конечно же, великолепный. Разрешение QHD. Просто шикарно все читается. Все мелкие шрифты, которые даже невозможно просто различить. Тем не менее, если взять лупу, то можно совершенно спокойно увеличить их, увидеть, что написано. То есть четкость просто невероятная. Что касается сканера отпечатков пальцев. Я, честно говоря, параноик в этом отношении. И не хочу, повторюсь, не хочу, чтобы мои пальцы светились в каких-либо базах данных. Это так называемая разумная параноя. Кто-то, конечно, со мной не согласится и оставляет свои отпечатки и у Meizu, и у iPhone, и у Samsung, и так далее, в HTC. Но я вот не хочу. Не хочу и все. Поэтому я сканер не тестировал. Но люди говорят, вот остальные обзорчики говорят, что работает, в принципе, очень хорошо. Никаких нареканий срабатывает достаточно быстро. Касабельно камеры, эти 20,7 мегапиксела снимают просто великолепно. Провел фотобитву с Xiaomi Mi 4. Напомню, что Xiaomi Mi 4 это лидер среди фотобитв. Его еще пока никто не победил. Даже iPhone 6 и то проиграл ему. Со всеми смартфонами, с которыми тестировал, Xiaomi везде выходил победителем. Ну вот, надеялся, что Meizu MX4 Pro победит Xiaomi. Ну нет, не победил, но и не сильно проиграл. То есть разница там незаметная и большая. Так как я разбираюсь в картинках, разбираюсь в фотографиях, в свете, в цвете и так далее. То я придирался, когда оценивал, как обычно, фотографии. И, соответственно, у меня Meizu чуть-чуть оказался слабее, чем Xiaomi. А это значит, что аппарат снимает очень-очень хорошо. Как фронтальная камера, так и основная камера. Здесь вообще все в порядке, никаких проблем. Когда вы покупаете не русифицированную, а китайскую версию Meizu MX4 Pro, то, чтобы у вас был Google Play Market, магазин приложений от Google, нужно провести определенные совершенно простые манипуляции. Запустить так называемый app-центр китайский, магазин приложений Meizu. В нем набрать в поиске Google. У вас виситится первым Google Play, но его не надо. Нужно именно Google Installer. Он уже установит и Google Play, и все необходимые сервисы для него. Касательно производительности. Ставит чипсет Exynos. Восьмиядерные, 2 ГГц и 1,5 ГГц. Такие вот ядра 4 плюс 4. Работает все великолепно. На играх, на толстых, на ресурсоемких все летает на средних настройках. На высоких настройках, конечно, играть можно, но уже не так все летает, к сожалению. Тем не менее, процессор мощный. Никаких задержек, лаганий или еще чего-либо. Каких-то проблем с играми нет. Как и с основными производительными приложениями. Я уж не говорю про легкие приложения, с ними, естественно, нет никаких проблем. Единственный для меня вопрос, почему не запустился Benchmark Epic Citadel. Я не знаю почему. Может быть из-за разрешения, может быть из-за чипсета, может быть из-за чего-то еще. Не знаю в чем дело. Звукоаппаратика просто великолепный. Что вот через эти 4 точечки, 4 прорези основного мультимедийного динамика, что в наушниках. Есть дополнительная настройка Hi-Fi звучания, но в принципе она у меня установлена в автоматический режим. И звук мне очень-очень понравился. То есть звук просто волшебный. Оболочка. Оболочка Flyme OS. Это, конечно, своеобразная вещь. Она попроще выглядит, чем обычный стоковый Android. Иконочки, конечно, симпатичные. Установил я несколько программ. Их иконочки стали выглядеть в стиле оболочки Flyme OS. Такие плоские, красивенькие. Не знаю, как это произошло. Но вот так вот автоматически все настроилось. И в принципе оболочка выглядит очень даже прилично. Но с точки зрения функционала, оболочка, оболочка. То есть ничего она не привносит в Android, ничего не забирает. Все то же самое, что и было. То есть на вкус и цвет. Я привык к стоковому Android на аппаратах, которые я тестирую. И мне он нравится больше всего. Единственная балочка, которая в некоторых моментах превосходит Android по удобству, это LG Optimus UI. Вот это самое лучшее. То есть всякие там TouchWiz, Flyme OS, MIUI. Это все на самом деле, ну, так. На любителя. Выгоды никакой нет. Красоты они никакой особо сильно не дают. Как только начинаешь устанавливать приложения из маркета, море всяких приложений ставишь. Там все иконки разностилевые. Получается такая каша вообще ужас. Единственная стиля нету. Просто нету. Поэтому лучше всего, я считаю, стоковый Android. В итоге, что имеем? Очень мощный, производительный. Батарейку держит целый день спокойно при хорошей достаточно нагрузке. И цена у него не 60 и не 70 тысяч рублей, как это у флагманов А-брендов. Цена этого аппаратика 32 тысячи в минимальной 16-гигабайтовой комплектации. Что это означает? Что флагман по бенчмаркам, по производительности, по качеству камеры, по качеству дисплея стоит в два раза меньше, чем флагманы от А-брендов. То есть Meizu стоит... Вот сейчас Samsung Galaxy S6 вышел за 70 тысяч рублей. Я не знаю, кто его будет покупать за такие деньги, но тем не менее. Вот это решение стоит 32 тысячи рублей. Если выбирать, то, конечно, выбирать вот это решение. То есть однозначно можно купить этот телефон и еще ноутбук к нему вместо Samsung Galaxy S6. Без вариантов, что называется. Поэтому я его однозначно рекомендую. Любому вообще подойдет. На нем очень клево смотреть фильмы, большой экран. На нем клево читать. Сумасшедшая плотность точек. То есть брузить интернет, читать незаменимый аппаратик. И звонит, работает как телефон. Все, что нужно, все в нем есть. Маленький персональный компьютер. Аппаратик на обзор мне предоставил магазин mobilkaspb.ru. Это магазин, в котором, в принципе, можно купить любого китайца. Как топового, так и не топового. Если хочешь сэкономить денег, все качественно проверено. Никаких проблем. Надеюсь, обзор был вам полезен. Если он вам понравился или не понравился, в любом случае подписывайтесь на канал YouTube. Смотрите меня и дальше. Смотрите новости мобильного рынка и технологий обязательно, которые каждую неделю выходят. Оставайтесь всегда со мной. Я всегда с вами. С вами был Алексей Добровольский. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова